Несмотря на общее падение российского рынка, марке Lada удалось в 2019 году сохранить и даже немного увеличить объем продаж. Тольяттинцы реализовали свыше 360 тысяч автомобилей. Наибольшим спросом у покупателей пользовались семейства Гранта и Веста. В 2020 году АвтоВАЗ преподнесет сразу несколько сюрпризов. Во-первых, некоторые модели получат спецверсии, правда подробности пока не раскрываются. Во-вторых, ближе к концу года у дилеров появится еще один внедорожник Niva. Теперь, когда тольяттинцы выкупили совместное предприятие GM АвтоВАЗ, Chevrolet Niva будет снова продаваться под брендом Lada. Мы верим, что у нее огромный потенциал на рынке. Она может быть полезной для бренда Lada. У нас есть возможности поставить ее на экспорт в новые страны. В январе стартуют продажи слегка обновленного внедорожника Lada 4х4. К слову, АвтоВАЗ уже приступил к разработке следующей генерации. Но свет она увидит не раньше, чем через три года. Наш концепт уже был представлен. Проект сейчас находится в стадии разработки. Нужно подождать до 2023 года. Это будет совершенно новый 4х4. Что же до абсолютно новой гранты, то о ней говорить преждевременно, считают в компании. Гранта только что обновилась, она имеет успех. Мы планируем внести некоторые корректировки, но будущее гранта, перерожденная гранта, это даже не завтрашний вопрос. Главная цель Lada на 2020 год — сохранить лидерство на рынке. Для этого тольяттинцы увеличат продажи машин с вариаторами и расширят дилерскую сеть.